Приветствую вас, аноним, давайте мы разберем ваш вопрос. Я заранее извиняюсь, если какие-то вещи я повторю в соответствии с тем, что сказали мои коллеги. Вот, но, так же надеюсь, что у меня получится немножко дать еще один взгляд на ситуацию, которая с вами произошла. Итак, как перегидать расставание с человеком родственной душой через террор. Смотрите, здесь сразу имеет место быть идеализация, потому что родственные души это миф, точно такой же миф, как многие другие, ну, например, история про своего человека и так далее. Это миф. Родственных душ не бывает. Но вы действительно считаете человеком, человека родственной душой и все дело в том, что вы его идеализируете. Что значит идеализировать? Идеализация это, скажем так, позитивный перенос. В психологии переносом принято считать негативное, негативную историю. Ну, по крайней мере, с этого все пошло. Но идеализация это именно перенос позитивный. То есть я свои мечты, свои желания, переносины человека, как бы вкладываю их в него, тем самым его идеализирую, тем самым делаю его гораздо лучше, чем он есть на самом деле. Вот. И хотя вы признаете, что ваш, так сказать, объект мечтаний не идеален, все равно я уверен, что вы его идеализируете, хотя бы потому, что вы называете его родственной душой, и хотя бы потому, что, ну, с этим человеком вы раскрылись. Поэтому, очень важно разделить здесь, так сказать, интенции. Разделить интенции на две части. Первое. То, что вы хотите для мужчин. И второе. То, что вы хотите для себя. Если вы не можете смириться с его отъездом, если вам тяжело, если вам плохо из-за этого, значит вы теряете что-то, что хотите для себя. Повторюсь. То есть, вы теряете именно то, что хотите для себя. Не для мужчины. Для себя. И... Так или иначе, это проявление зависимости. Так или иначе, это зависимость. Так или иначе, это ваша уязвимость. Так или иначе, вы ставите себя ниже мужчины. Ну, невольно соблазняя его на то, чтобы вами манипулировать, управлять и так далее. Дальше. Что касается вашего текста в целом. То, вы знаете, вот вы написали, что вам 28 лет. Ну, честно, по тексту, я бы не сказал, никогда бы не сказал, что вам 28 лет. По тексту вы выглядите гораздо старше. Гораздо старше. Наверное, глобально это и есть проблема. Вы не ведете себя на свои годы. Вы не ведете себя, как 28-летняя. Я боюсь, что вы ведете себя, как женщина гораздо старше. Вы даже пишите, что вы женщина. Не девушка, а женщина. Вот. Это не критично. Можно сказать, что я придираюсь к словам. Но, как бы, в контексте того, о чем я сказал выше, это очень бросается в глаза. Если вы выглядите, ну, по крайней мере, психологически вы выглядите старше того возраста, который у вас есть. Ваш условно-духловный возраст намного превышает возраст физический. То мы говорим здесь о подавлении своих чувств, подавлении своих импульсов. И, в контексте того, что вы пишете про творчество, что у вас творчество застопорилось, я полагаю, что вы оставляете лишь такую узкую лазейку для выражения своего чувственного, для выражения своего духовного. Ну, понятно, что из-за подавления чувственного вам достаточно сложно находить общий язык с другими людьми и тяжело с ними сближаться. Потому что вы крайне не гибкий, и для того, что полагаетесь на разум, а не на чувство. А на чувство вы не полагаетесь, потому что это для вас больно, это для вас, как бы, чревато переживаниями, для вас это чревато негативом, ну и прочим-прочим-прочим-прочим-прочим. Проблема. Проблема. Отсюда закрытость, недоверие своим чувствам. Проблема личных границ. То есть, закрытость – это проблема. Проблема личных границ – неумение выстраивать их с людьми и с людьми. Вот. Отсюда, соответственно, ощущение некой такой изолированности и потребность в том, чтобы… Ну, потребность, как будто вы сами пишите, да. Желание быть в паре. Желание кого-нибудь встретить. Вот уникальный вопрос – откуда такое желание? Почему у вас есть такое желание? Желание кого-либо встретить и желание быть в паре? Откуда оно? С чем оно связано? Да? Дальше. Я человек замкнутый, людей сторонюсь и порой не люблю совсем. Ну, понимаете, вы здесь вот этот момент представляете как некую константу. Типа, я человек замкнутый, людей сторонюсь, порой вообще не люблю. Это не константа. Это проблема. Которое можно решать. Ну, естественно, процессы психотерапии. Но эта проблема решается. Завтратость – это проблема личных границ. Как правило, это еще здесь и самооценка, комплексы, неуверенность в себе. В общем, полный набор. Вот. Что-то вы взяли из детства, но что-то вы приобрели и садом. Конечно, родители, среда этому активно способствовали, но это не главное сейчас. Узкий круг общения есть. То есть, если встречаются люди, с которыми завязывается дружба, есть общие интересы, привязываются сильно и порой даже быстро. Кому-то привязывают за пару встреч. Ну, здесь такая довольно классическая история про энергию. Препотенциал. То есть, поскольку вы закрыты, поскольку вы не свободны, поскольку чувства подавляются и обесцениваются, поскольку действует прогнозирование и попытка предвосхищения, то есть, вы постоянно в защите. Что люди, которым у нас более-менее все хорошо воспринимают, как возможность что? Быть свободной, как возможность реализоваться, как возможность раскрыться, возможно, себя кем-то почувствовать, ну, не важно кем. С женщиной, коллегой, там, другом, кем-то еще, не важно. То есть, все то, что вам нужно чувствовать самостоятельно, все то, что у вас уже есть, вам доступно только через других людей. И вы это чувствуете, и возникает привязанность. Опять же, вы сами пишете, привязываю. Привязанность – это некое отношение к человеку посредством подрывностям. Это приятно. Привязанность – это подрывность. Мне что-то нужно от тебя, я что-то хочу от тебя, я что-то хочу от тебя получать. А это зависимо. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше. В коллективе могу сходиться с людьми от полгода. Ну, понятно, да, то есть, как бы, не гибкость, опять же, не гибкость, нет у вас гибкости. Отношений с мужчинами, можно сказать, и не было, и не было. Ну, здесь, конечно, хочется спросить, как у вас отношения с отцом складывались, потому что отец такая привычная фигурка, мышка в жизни любого человека, не только женщины. Вот. Боитесь ли вы мужчин, и вообще, почему отношений с мужчинами, собственно, не было? Опять же, я вижу здесь, в контексте вашей истории, некую такую идеализацию мышин. То есть, нет, не имеется в виду, что вы ждете принца на белом коне. Коне нет, хотя, мне кажется, что определенные элементы этого тоже присутствуют. Я думаю, что здесь, скорее, такая вот идея, что отношения с мышиной должны быть какими-то определенными. И все. И на меньшее вы не соглашаетесь. Как человек, который подавляет свои чувства, вы, вероятно, не признаете, или плохо признаете несовершенность. А как человек, который старше своего родства вам, со своими ровесниками слой. И вы тяготетесь людям к людям постарше. Вероятно. С ними вы чувствуете себя в безопасности, потому что эти люди с вами не конкурируют. А конкуренции вы боитесь. Вот. Друзьи дружили месяцев по 3-4, но без особых ухаживаний не было чувства, что это тот, кто нужен. Ну вот, смотрите, опять же, да, взлома постановку вопроса является очень такой потребительской. Ну, не в негативном смысле этого слова, а скорее в таком констатационном. Вот, то есть, тот, кто нужен. Ну, если человек нужен, значит, я в нём нуждаю, а если я в нём нуждаю, значит, я зависим. Вот всё, как бы, тут больше, наверное, говорите ничего не надо, потому что если я в чём-то нуждаюсь, значит, я сам себе дать этого не могу. А если я не могу себе чего-то дать, значит, я обесцениваю себе эти способности. Если я обесцениваю себе эту способность, значит, я не считаю себя полноценным. Если я не считаю себя полноценным, значит, мне нужен кто-то, кто позволит мне себя таковым почувствовать. Вот это вот и вся цепочка по большому счёту. Вот понимаете, да, для чего вам нужен мужчина, и почему вам нужен именно кто-то особенный? Потому что вам не хватает чего-то в себе, точнее, вы себе это целенаправленно подавляете. И, соответственно, нужен человек, который может вам, ну, помочь это получить. Дальше. Последние три года не было совсем никого. Желание найти пару подавлялось или его не было вовсе. Ну, опять, вот я не знаю, задумывались вы об этом или нет, но что значит желание найти пару? Желание найти пару это вообще как? То есть, я один, но никого нет, да, ну, то есть, нет барснёра, нет того, к кому я испытывал гендерную фантазию, например, но я хочу быть в паре. Хочу найти себе пару. То есть, это как? Это получается, что я чего-то хочу, вообще-то говоря, не связанное с парой, потому что, ну, во-первых, я хочу этого для себя, во-вторых, человека конкретного нет. Во-вторых, если я чего-то хочу, для этого как-то отражается у меня сознание, осознание это отражается образами, а образы всегда идеализированы. Значит, пару я идеализирую, значит, машину я идеализирую тоже. И получается, что реальных людей либо я отказываюсь видеть, потому что они не соответствуют моему идеалу, либо, если, как в вашем случае, я встречаю тот самый идеал, я веду себя с ним сверхмотивированно. То есть, берегу его, боюсь потерять. Не веду себя естественно. Потому что, извините, когда вы говорили, что были в гостях друг у друга, вот это всё. Честно, опять же, это выглядело гораздо старше вашего возраста. Ну, вот серьёзно, у меня строго было ощущение, что речь идёт о людях гораздо старше своего возраста. По крайней мере, вот то, что я вас касается. Слишком уж это всё, не знаю, слишком это всё как-то стерильно, регламентированно, культурно. То есть, я ничего не имею против культуры. Но не хватает, не хватает импульсивности, не хватает какой-то такой страсти, не хватает порывистости, не хватает искренности. Понимаете? Ну, вот. Очень много вот таких вот каких-то ограничений, что вот это правильно, это неправильно, что так должно быть, это удобно и неудобно. Вот это всё. Это очень мешает. Это очень мешает и это лично. Ну, так вот. Так вот. Вы встречаете, значит, человека, который попадает в этот идеальный образ, а ваш, который вы себе создали. И вы начинаете вести себя с ним, естественно, боясь его потерять. Вот. И, соответственно, дальше, когда человек, да, вы с человеком общаетесь, отношения развиваются, но очень медленно. Такие отношения могут развиваться, в общем-то, даже годами. Вот. И потом ещё больше возникают страдания из-за неоправданных ожиданий, как и ожидания, если счёт идёт на годы. Вот. Но это я не про вас, а про похожие отношения, про подобные, про подобные типы отношений. Вот. А дальше происходит следующее. Значит, эээ, мужчина говорит, что переезжает в город. Далёкий город, эээ, отсюда. Не важно, почему он это говорит. Для вас это трагедия. Хотя, на самом деле, ничего не произошло страшного. Мужчина не перестал с другой девушкой. Мужчина не женился. Мужчина не отказал вам. Просто переезжает. Просто переезжает. Для вас это трагедия. И в чувствах я не признаюсь. Больше. Ну-ну-ну, то есть, ему не признаюсь в чувствах. И теряю я его. Да? То есть, видите, вы не взаимодействуете с реальным человеком и, к сожалению, с реальным миром тоже. Вот реальный человек и реальный мир – это мир чувств. Вы взаимодействуете с образом мира. С неким таким созданным вами образом мира, которого, к сожалению, в реальности не существует. Потому что, если вы что-то чувствуете к мужчине, это чувство здоровое, я имею в виду направленное на мужчину, а не на себя, то признаться ему в этом можно и нужно, чтобы он это знал. Это первое. Второе. Если человек хочет уехать куда-то, это не значит, что он с вами потеряет связь. В 2019 году. Ну, реально? И сейчас каких только способов связи не существует. Это не проблема. Дальше. Он может уехать с вами. Вы можете уехать к нему. И так далее. То есть, еще раз, человек как уехал, так и приехал. Это не трагедия. Но для нас это трагедия. И для вас это трагедия не только потому, что речь идет о ваших потребностях и о том, что вам нужно, и о компенсации ваших сложностей и внутренних конфликтах. Но речь идет еще и о том, что в вашем идеальном мире, который вы создали, такое означает все. Это, знаете, мне напомнило, вот, мне напомнило фильмы, где мужчины, женщины, как правило, женщины, уезжают куда-то. Уезжают, как говорится, навсегда. И это такой драматильный фильм. Как будто нет связи. Как будто она не может приехать обратно хотя бы ненадолго. Как будто он не может приехать к ней хотя бы ненадолго. Понимаете? Вот оно. И вы также. То есть такое ощущение, что вы живете не реальной жизнью, а каким-то фильмом. Но реальный мир взрослых людей гораздо более приземленный, гораздо более простой и, к сожалению, гораздо более гибкий. Трудовать, конечно, трудно. Потому что на гибкость способны люди с четкими личными границами. У вас личных границ нет. Поэтому, я думаю, у вас, вот как туннель. Вот рельсы. Рельсы. Ведете по рельсам? Рельсы. Рельсы. Ни влево, ни вправо. Отклониться нельзя. Опереться. Дальше. Значит так. Значит. И вот появилась компания по интересам. Вся мужская. Какого совпадения. Один из них стал для меня родственной душой. Чуть не сразу это почувствовал. Заобщались. То есть, побольше всего возникла привязанность, возможно, влюбленных. Ну то есть, это по сути, нашли точку приложения своей энергии. Я уже сказал. Потому что родственной души не бывает. Он невольно пробудил во мне женскую природу. Подумалось, вот он тот самый. Не внешний, а именно внутренний, по обеспеченным интересам и т.п. Ну вот, вы сами как думаете, что можно сказать, если человек пробуждает вас в женскую природу. То есть, она вас спит. И только с ним пробуждаются. Только с кем-то одним пробуждаются. Вот такой вопрос, почему она... Почему вы не чувствуете себя постоянной женщиной? И, собственно, что, собственно, так и есть. Естественно, вы будете к этому человеку. Потому что вы себя с ним не чувствуете по-другому. С его стороны, инфлякт общения с друзьями. Были в гостях друг у друга, у друзей наедине, так вообще говорили без остановки. Я снял дистанцию, чем дальше, чем осчетливее. Я не могу пощадить и пофлят сало. Ну, если вы вот уже поняли примерно о том, поняли примерно о том, о чем я говорил, то вы примерно отдаете себе отсчет, какого мужчину вы выберете. Себя. Была надежда на отношения с ним. Смотрите. Смотрите. Есть тоже ошибка. Надежда на отношения, это не надежда на то, чтобы сделать что-то для человека. Отношения, не человек. Фиксация на отношениях, это потребности. Понимаете? Ваши. То есть смещается. Акцент. Но таяло, ооо, но таяло. Инициативу перестал управлять, хотя на все встречи приходил принужденно, легко общался, оставался в общении больше. За примеси узнали друг о друга очень много, меня как подменились к моему писал и приглашал раз в одну-две недели, но не чаще, при этом боялась быть навязчивой. Но опять же. Опять. Что такое страх быть навязчивым, это привычный стыд за свои желания, с одной стороны. Там если вы хотите что-то делать для человека, никакой навязчивой встречи речи не идет. Если вы действительно хотите что-то делать для другого. Недавно он, как бы не допрочен, рассказал, что отношений бы сейчас не хотел, ни со мной в принципе, и к тому же планирует переехать в другой город, далеко вода от нашего. Я как раз думал о признаться ему в чуток, но после этого не стал. Скорее всего и сам понял, рассказал. Вот если вы начинаете уже, я говорю, приду-приду, потому что чувства, ваши чувства он никак не относится к тому, что он хочет приехать и к тому, что не хочет отношений. Вот. Как бы не допрочен сказал, ну, похоже, знаете, честно говоря, похоже на игру. Потому что он не мог его не подчувствовать, что он ваш не может быть, он не мог его не подчувствовать. И, вероятно, если говорить, он просто хочет как-то ситуацию ускорить, как-то столкнуть вас к каким-то действиям, потому что понимает, что если он сам сделает шаг, то вы, скорее всего, убежите. Что-то мне подсказывает, что так все их либо будет, либо уже было. Личным особо не общались. Он там говорил, что был женат полгода назад. И, вот, странно, лично не общались, но при этом он открывался очень сильно. То есть тут противоречие. В общем, он едет на днях, это стало тяжело, что ничего не было, в то же время очень много было в плане общения, опыта с того, что я видел, наконец, вежливого, умного мужчину, применяющегося к своим целям, а не мямлю. А мямлю это про что? С чем вы связаны на моем мямлю? А с каким негативным опытом? Это очевидность. Здесь вы сравниваете с четвертым темпом. Это тоже мешает восприятию. Восприятию человека. Так, значит, так подышаем, ни с кем не удалось говорить, как с ним. Ну, опять же, связано лишь с теми вещами, которые я озвучил ранее. Как смириться с отъездом, ставшим близким человеком, сказал, если только о нем, работа без того не особенно радует. Это вопрос вашей самореализации и самодостаточности. Творчество застопливалось. Ну, насчет творчества нужно говорить отдельно, потому что не совсем понятно, что вы имеете в виду. Вот. Такой ответ я могу вам дать аноним. Я надеюсь, что это было полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.